Российский город Гусь-Хрустальный – символ отечественного художественного стекольного производства. Большинство шедевров создается на опытном стекольном заводе, который выпускает свыше тысячи наименований сувениров из стекла, около 800 наименований высокохудожественных изделий из цветного стекла и более 250 видов прессованной сортовой посуды. Но главное – игра стекла в руках мастеров. Создающих истинные шедевры, подчеркивающие уникальность малого российского города, известного на весь мир. Сказки мастеров, творящих чудеса с помощью яркого пламени горелки и разноцветных стеклодротов. Фантазия мастеров прославила российское стекло далеко за пределами страны. В их руках рождаются настоящие произведения искусства. У мастера, сидящего за горелкой, идет непрерывный процесс. Времени для долгих раздумий нет. За считанные минуты нужно воплотить свои замыслы. Почему за считанные? Потому что стекло быстро застывает. Мастера стеклодовы и ищущие люди постоянно находятся в творческом поиске. Тематика сувениров различна. Это и памятные подарки, и сказочно-былинные сюжеты, мир животных растений, герои мультфильмов, забавные человечки и мифологические герои. Исходным материалом для производства сувениров служат стеклянные палочки, которые называются стеклодротом, диаметром от 6 до 12 миллиметров, полупрозрачных и глушенных тонов. На опытном стеклозаводе применяется дрот собственного производства. Более 50 оттенков. Из этих дротов и получаются цветные стеклянные сувениры. Сувенирный отдел существует с 1965 года. Правда, тогда выпускалось всего 200 наименований сувениров. Бум сувенирной продукции начался с середины 90-х годов. Более полутора тысяч сувениров. Производство ручное. Даже сборные аквариумы. Профессия рабочих, которые изготавливают сувениры преимущественно вручную, называется стеклодув. Стеклодув работают не в цехе у стекловаренной печи, а за отдельным столом в мастерской. На рабочем столе, покрытым огнеупорным материалом, установлена газовая горелка и расположен набор инструментов. Пинцеты, несколько ножниц, зажимы, резаки, металлическая решетка для предварительного разогрева стеклодрота и подставка для выравнивания изделий. От первичных резки и разогрева стеклодрота до превращения его в готовый сувенир проходит очень много технологических этапов. Резка стеклодрота горячая и холодная, вращение заготовок в пламени горелки, оплавление, осаживание, то есть получение шарика на конце дрота, растягивание различных стеклодротов, изготовление отдельных элементов и их припаивание. На изготовление сувениров уходят в среднем от 40 минут до 3 дней, в зависимости от того, мелкий сувенир или художественная композиция. Другой вид творчества – произведения, созданные из цветного стекла. Это вазы, штофы, декоративные композиции, скульптуры. Своеобразие форм изделий подчеркивается широкой цветовой гаммой. Современное стекло декорируется различными способами. Знаменитая венецианская нить переплетается с оригинальными узорами – миллефьори, что в переводе с итальянского означает «разноцветье тысячи цветов». Различная техника позволяет воплотить в реальность любой замысел художника. А как создается эта красота? Мастер использует железную двухметровую трубку. Трубкой из печи набирают порцию стекломассы и выдувает так называемую каплю. На самом деле это достаточно зрительное сравнение. Капля может достигать веса до 16 килограммов. Затем с помощью крючков, ножниц, зажимов, кусачек будущему изделию придается нужная форма. В этой технике проявляются основные свойства стекла – вязкость, текучесть и пластичность. За достаточно короткое время свою идею нужно воплотить в стекле. Мастеру обязательно помогает помощник. Каждая ваза готовится по разным технологиям. Некоторые изделия декорируются цветной крошкой, нитями, налепами и многими другими декоративными элементами. Изделие сформировано. Далее оно разогревается в печи с милым названием «кукушка». Такое профессиональное название сохранилось с давних времен. Разогрев производится до окончательного формирования изделия. К примеру, вполне может понадобиться дополнительно сформировать горлышко. Изделие готово, и мастер отправляет его в печь отжига, для того, чтобы изделие впоследствии не треснуло. Ведь бывает и так, стоит ваза в серванте, стоит себе и стоит, и вдруг ни с того ни с сего трещу надает или рассыпаться начинает, и никакого полтергейста. Преимущественно в азиатском ширпотребе при производстве технологии полностью не соблюдаются. Поэтому во многих изделиях сказывается усталость материала, и так называемые «шедевры» рассыпаются сами по себе. Пройдя равномерный отжиг, изделия подвергаются шлифовке и матировке. Матировка – придание стеклу матового эффекта. Последняя стадия – декорирование. В арсенале мастеров большое количество художественных приемов для украшения своих произведений. Достаточно сказать, что каждое изделие уникально, и у каждого мастера свои подходы, обобщать которые занятие неблагодарное. Прессованная посуда. Создается из песка, воды, полевого шпата, глинозема, селитры и красителей. Компоненты подготавливают в составном цехе, смешиваются и поступают в печи. В печах происходит варка компонентов, и на конечной стадии варки образуется стекло для создания посуды. Подготовленная стекломасса поступает на выработку. Сама стекломасса представляет из себя каплю весом от 65 граммов до 900, в зависимости от вида будущего изделия. Капли попадают в форму, после чего в форму опускается керн. На предприятии свой цех по производству стеклоформ, который может разработать любую форму будущей посуды. Расстояние между формой и керном заполнено стеклом. После пресса уже сформированное изделие поступает на топочный конвейер, где происходит так называемая оттопка края, то есть для того, чтобы край не был острым. Затем начинается огневая полировка поверхности изделия, которая в ваших руках предстанет ровным и гладким. Далее отполированная и оттопленная посуда поступает в печь отжига, где происходит снятие внутренних напряжений в стекле, чтобы оно не было хрупким. Оборудование на предприятии во многом уникальное. Например, трехкапельный процесс единственный в России и второй в мире. После печи отжига изделия упаковываются и отправляются либо в магазин, либо заказчику. Посуда опытного стекольного завода из российского городка Гусь-Хрустальный соответствует всем мировым стандартам. Изысканно смотрится на вашем столе и создает праздничное настроение, чего и вам желаем.